Всем привет! С вами Мастерская настроение. Дружба – это высокое чувство, которое многие проносят через всю жизнь. В этом видео мы расскажем вам о самых невероятных случаях дружбы между людьми и животными, которые доказали. Для родственных душ видовые различия – всего лишь условность. Итак, поехали! Магелланов пингвин проплывает каждый год более 8 тысяч километров, чтобы навестить бразильца, который спас его от смерти. 71-летний Жуао Перейро из Соуза обнаружил умирающего детеныша на пляже, недалеко от Рио-де-Жанейро. Тело бедной птицы было покрыто нефтью. Рыбак взял беднягу домой и ухаживал до выздоровления, а после отпустил Дин Дима. Такое имя дал пингвину господин де Соуза обратно на волю. Дин Диму плыл, чтобы найти пару и жить своей пингвиньей жизнью. Добрый человек не ожидал когда-либо увидеть птицу еще раз. Но несколько месяцев спустя пингвин вернулся в эту деревушку, нашел господина де Соуза и отказался покидать его дом. Теперь Дин Дим 8 месяцев в году живет у своего друга, а остальное время проводит, размножаясь у берегов Аргентины и Чили. Вот это жизнь! Канадское семейство решило не мелочиться и приютило в качестве домашней зверушки здоровенного американского бизона. Животинку весом 3,25 тонны зовут Бейли-младший. Он действительно очень молод, а значит еще подрастет. Его хозяева Джим и Линда Соттнер из города Альберта уже были известны в США и Канаде как хозяева бизона. Их предыдущий питомец, которого звали просто Бейли, успел сняться во многих художественных фильмах, засветиться на BBC и CNN и даже познакомиться с королевой Елизаветой. Публика умилялась, что огромный лохматый бык был ласков со своими хозяевами как теленок и очень послушен. В 2008 году Бейли погиб в страшной аварии. Убитым горем хозяевам предложили взять новорожденного бизончика, который остался без мамы. Назвали его в честь предшественника Бейли-младший. Теперь он радует не только своих хозяев, но и публику. Джим Соттнер вывозит его показаться на своем кабриолете, приводит на городские ярмарки к восторгу детей. А дома Бейли-младший не прочь поваляться на ковре у камина, как образцовый домашний пес. Маленький мальчик из Камбоджи завел себе необычную подругу – огромную самку питона. Ее назвали Камран, что в переводе означает «счастливица». Змея приползла в их деревню, когда мальчик только родился. Отец неоднократно пытался отнести ее обратно в джунгли, но всякий раз она находила дорогу в дом кунов. Малыш не расстается со своей любимицей, даже спать ложится в ее компании. Соседи к этой дружбе относятся с пониманием. Считается, что змеи приносят удачу. Кроме того, необычные друзья привлекают туристов. Единственная проблема – пропитание. В неделю змея уже съедает до 10 килограммов курятины, а для бедных крестьян это дорогое удовольствие. Также непонятно, что будет, когда змея станет еще больше и будет требовать еще больше пищи. Это случилось в далеком 1991 году. Рыбак-костариканец Гельберто Шедден, больше известный как Чита, нашел на реке умирающего крокодила, которого подстрелил местный пастух. Чита выходил и выкормил крокодила. Он кормил его курицей и рыбой, а иногда даже жевал пищу, чтобы животному было легче ее проглотить. А главное – постоянно обнимал и говорил ласковые слова. Естественно, использовал он и лекарства. Но главное лекарство, по словам Чита, это любовь. Через полгода, когда крокодил, получивший имя поча, поправился, костариканец отвез его к реке и выпустил на волю. Каково же было удивление рыбака, когда крокодил вернулся в его пруд. Так он и стал жить в нем. Правда, рыбак еще несколько раз пытался отпустить аллигатора на волю, но все эти попытки не увенчались успехом. Крокодил возвращался к своему спасителю. А потом Чита и сам настолько привязался к крокодилу, что уже не мог жить без него. Каждый день человек и пятиметровый крокодил в полтонны весом вместе плавали в пруду и игрались. В первый день каждого нового года рыбак даже традиционно засовывал в пасть крокодила голову, смеясь, что поча не посмеет в такой день съесть его. Этот номер он не раз демонстрировал туристам, приезжавшим посмотреть на это чудо и чудес. Жаль, что теперь уже никто и, возможно, никогда не увидит этот фантастический номер. Поча умер естественной смертью в 2011 году в возрасте 55 лет. Белый медведь считается самым грозным наземным хищником на планете. Он представляет серьезную опасность для людей. Впрочем, это не помешало 60-летнему жителю города Эбботсворд, британская Колумбия, Марку Дюма подружиться с белой медведицей. Он обнимается, купается в бассейне, играет и даже спит после обеда вместе со своей мохнатой подругой Эйджи. Медведица снимается в кино и под присмотром хозяина может безопасно играть с другими людьми. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская. Твое настроение.